здорово народ ну что с вами опять юрич от новая серия в этой серии мы ставим на учет новый автомобиль он уже в сериях появлялся возможно увидели но все-таки в этой серии я покажу как я ставил на учет где это делал как это вообще делать и из каких этапов это состоит так что давайте погнали в сюжетом лайки ставьте и комментарии пишите пожалуйста народ просто так ну что на учет мы ставили в москва-сити сейчас как раз мы к нему подъезжаем сейчас я покажу просто как заезжать кто будет ставить следующий раз чтобы было понятно вот мы так с правой стороны получается огибаем здесь ока везде башня федерации дальше едем я не менее 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 там просто непонятный въезд поэтому даже так едем тут светофор и здесь у нас надо не прямо проехать прямо под шлагбаум а чуть-чуть левее поехать вниз надо в подземку вот смотрите сейчас я вам покажу мы едем не прямо а вот чуть-чуть левее чуть-чуть левее вот так и левее левее и вниз вот сюда ведь не под шлагбаум ваш по шлагбаум сразу 350 рублей а вот сюда едем вниз вот так смотрите спускаемся в подземку и там находятся мои документы в которых можно переоформить машину спускаемся здесь только на право поворот проезжаем по кругу поезжаем вот здесь слева смотрим колонны и вот здесь слева прям будет такое ответвление на мои документы поворот вот смотрите видите мои документы вот сюда прям шпоньк подъезжаем там к воротам и называем свою фамилию и там автомобиль и вы получается записаны ну что значит получается вы туда подъезжаете в мои документы естественно нужно заранее записаться я записался на ближайшее ближайшее возможно было в течение там двух-трех дней ближайшие попалась на москва сити я показал как подъезжать ну чтобы все знали потому что в интернете я не смог на самом деле информации найти как правильно подъехать вот что еще ну а там сейчас вы в сюжете дальше увидите сейчас все будет потихоньку сначала я заехал на эту парковку мне объяснили куда встать правильно потом я собрал пакет документов пошел получил в моих документах в электронной кассе там в электронной кассе я получил бирку похоже не в ту не в тот въезд въехал сейчас сразу на нижний этаж въехал пока еще не платил но уже 350 рублей на выезде заплатил больше 10 минут постоял привет поэтому похоже вот здесь сейчас мы поворачиваем полукруг у нас будет сектор то там будет написано мои документы парковка регистрация транспортных средств а куда ехать сразу поворот налево тут и до конца до конца на зеленой парковке не останавливается на зеленый штраф 40 тысяч на красный парковку езжайте до конца красные столбиками или красные места прям покрашены красные столбы окей между ними вставали если нет места там гбдд так мы вроде подразобрались сюда и сразу налево хоп поворочем сюда поворот конечно блин для этих очень маленьких машинешек идти по нем то едем на зеленый не ставить штраф 40 тысяч ухты и ламборджини стоят вот это я понимаю уровень короче выделяю такую штучку посмотрим через год сорочек фото вроде так не особо много народа вот я сюда забыл страховку возвращаюсь к лифту машина потом мне попросили сделать осмотр автомобиля и я с этим пакетом документов спускаюсь вниз обратно ну для осмотра ну что все 5 минут посидел буквально у девочки сейчас иду уже на осмотр пачечка документов уже со мной сейчас осмотрим и вернемся теперь знаете что проблема надо номера найти где печатать почему-то здесь не изготавливают ничего смотря прошел я сейчас бегу дальше обратно сдаю этот пакет документов уже без квитка без электронной очереди то есть просто в то же окошечко которое мне сказали обратиться 5 минут опять буквально иду дальше но все документы сданы я еще параллельно обратился в компанию которая делает номера потому что номера у меня была замена номеров и вот в этом моем мои документы в этом отделении номера не печатают то есть нужно было отдельную контору обращаться но так как это москва сити здесь много всяких контор имеет свои филиалы и я получается параллельно просто сразу обратился к этим ребятам из компании которые печатают номера и в течение там 10-15 минут они мне номера уже принесли сейчас примерно прошел но все таким образом я получил весь пакет документов и у меня были напечатаны мира поэтому сейчас пойдемте их ставить ничего птичка в клетке ровно час 19-21 а я зашел сюда 18-03 получил талончик на электронную очередь я получается ее прошел и прошел первый раз документы подал потом пошел сделать его осмотр этих номеров потом пошел отстоял еще очередь и вот сейчас вернулся и фи момент слетел так ну что все номера установлены можно ехать вот они опять стоят бестии офигенно офигенно самый прикол что стрелочки в другую сторону направлены а мне сказали выезжать в эту а пара папа потому что товарищ милиционер сказал он не знает почему стрелочки нарисованы в другую сторону такие пирожочки угона нигде это не написано между то удивляет ну что второй автомобиль приобретен наконец-то номера поставлены поэтому можно выезжать на дороге общего пользования теперь будет у нас и красный автомобиль пока временно и белый автомобиль тоже пока временно поэтому нас сейчас два автомобиля ну и что ж про них будут теперь серии теперь буду мучить вас с двух сторон ну напишите там комментарии нормальная тачка ненормальная ну инфинитик у их 56 но на рисе сейчас прикиньте еду меня останавливают полиционеры наши доблестные говорят какой-то рейд откройте багажник там все эти дела ну я то на самом деле не знаю можно было открывать без понятых этот багажник или нет но не суть короче все открыл они держат права говорит ну все типа и страховка есть и это есть ну да все если не говорят блин странный конечно а прав говорит не лишался еще ни разу да нет не лишался ну ладно давай тогда не зарекайся счастливого пути я думаю что это за такая за проверка была на лишение прав ну если бы лишался и что они ничего проверять больше бы стали что-то не понимаю какой-то странный рейд был трое было трое государь и был так то конечно машина очень комфортно едет очень плавно разгоняется очень быстро там 7 секунд до сотки ну очень приятно на самом деле ну что ж господа поздравляйте поздравляйте в комментариях напишите хоть пара правильно купил машину неправильную в основном для эксплуатации в городе и для междугородья хоть прокатиться по золотому кольцу россии это ни разу не катался бы ну что вот и вся серия такая коротенькая но зато на одну тему как вы и просили с вами был юрич всем пока спасибо она бы уж на очевидно saloon как говорят у нас на западе saloon тут надо чуть-чуть конечно почистить подхимозить видите грязненькая надпись соответственно кожа тоже все грязно пробег 180 тысяч кнопочное управление мне раньше такого не было заводим чек пожалуйста горит все на месте бензинчика на нуле потому что жрет 22 литра основных параметров которые мне понравились и которых у меня раньше не было это подогрев руля эта кнопка старт-стоп кнопочное управление у меня раньше был ключ всегда это подогрев передних сидушек и вентиляция сидит навигации не было собственно самое главное навигация тоже все ручную управляется здесь можно попередвигать там туда-сюда еще интересная функция которыми не было это круиз-контроль оценил оценил классная штука на самом деле мне понравилось задние сидушки у нас поднимаются очень просто кнопочками вот есть кнопочки здесь две а есть точно такие же багажник сюда мы приходим и вот они кнопочки левая левая правая левая медленно но что делать если сидушки у нас разложено то багажничек у нас получается совсем маленький но в целом для одного чемодана боком положить принципе войдет здесь конечно внутри места видите не так много ну то есть человеку взрослому до сидеть здесь долго не получится я-то думал что можно путешествовать будет на долгие расстояния кота выезжать а по сути так такого нельзя сделать потому что ноги у взрослого человека получается поджато слишком высоко и так долго невозможно их целом если так разложено то теоретически можно спать одному человеку здесь одному человеку здесь каска обошлась на год 48 тысяч ну и налог будет конечно немножко конские типа сорок где-то крашена тут сейчас косяки будем искать всякие найдем по мелочи ржавчины вон точечки всякие есть а а а а а а и а а а а а Продолжение следует...